К нам в редакцию обратились жители Сыктывкарского посёлка Нижничёв. С началом весны дома и постройки стоят в воде, а по проезжей части ни пройти, ни проехать. Масштаб досрочного половодия оценила Таисия Шляхтина. Эту лужу в центре Нижнего Чёва местные жители прозвали Байкалом. Вода здесь стоит практически круглый год. Появилась она в 2014 году, когда рядом с девятиэтажными домами построили новый детский сад. При этом подрядчик не позаботился о благоустройстве близлежащей территории. Рабочие прорыли землю, провели воду и отопление, проложили кабель. А затем кое-как прикрыли образовавшуюся канаву. За собой просто закидали грязью, для виду кинули асфальт и всё, и забыли. И всё, и ничего не сделали. По гарантийному письму обещали до 15 мая 2014 года на объекте строительства дошкольного общеобразовательного учреждения в городе Сыктывкаре восстановить проезды и произвести отсыпку торфом повреждённых газонных площадок. Сегодня у нас 8 апреля 2016 года. Мы не видим ничего, никакой отсыпки, ничего не сделано. Местная детская площадка тоже давно не пользуется популярностью у малышей. Оборудование каждый год в буквальном смысле плавает в воде. К слову, детские карусели от сырости даже заржавели. Правда, морская тема и горка в форме рыбки очень вписывается в пейзаж, шутят местные жители. Летом вода, болото, дождь прошёл, не пройти. Рядом тротуара нету, рядом тротуара нету, где пройти можно было. Рядом болотина, машины едут, обрызгивают людей, детей и так далее. Проблему можно было бы решить с помощью любнёвки, полагает староста посёлка. Но её здесь, кажется, нет вообще. Если она и существует, говорит Пётр Донякин, то это не ощущается вовсе. Ливнёвки в посёлке нету никакой. Её не видно. Или была бы ливнёвка, такого, как вот сзади у меня болото, никогда бы не было. Всё уходило бы в ливнёвку и проблем не было. Также около домов нету. Это здесь вот две этажи дома. А в старом посёлке там даже нет дорог натуральных, чтобы можно было выйти и пройти по бетонной дорожке. Куда только жители посёлка не обращались за помощью, пока безрезультатно. Больше всего теперь они хотят встретиться с местным депутатом, чтобы он всё же помог решить проблему с отводом воды от домов, пока фундаменты строений не сгнили от такой вот сырости. Таисия Шляхтина, Ольга Ануфриева, Олег Жуковский, телеканал Юрген, Сыктывкар.